Международный колледж сыроделия единственная в стране площадка для проведения студенческого конкурса. Так что приехали сюда участники не только из Рубцовска, но и из Красноярского, Краснодарского краев и даже из Белоруссии. Если в прошлый раз делали более простой сыр, адыгейский, то теперь от участников требовалось делать сыр барнаульский. Оценивают строго. Они должны правильно оценить сыр, определить правильный рисунок ли в сыре, правильная ли у них органолептика, вкус, запах, консистенция. И каким способом выработан данный вид сыр. То есть это полный профессиональный набор. И это не считая теоретической части. А ведь прежде приходилось перед конкурсом учить белорусские стандарты. Проводили предыдущие три чемпионата в Белоруссии, но оказалось, участников могут принять и в России. Уникальная учебная лаборатория есть только на Алтае. Кстати, ее выпускники дважды принимали участие в конкурсе в Белоруссии и дважды победили. Студенты нашего учебного заведения – это готовые, высококвалифицированные специалисты. У нас уже очередь из предприятий, которые готовы забрать. Потому что они выпускаются уже готовыми мастерами, которые могут на следующий день после выпуска встать в ванне и вырабатывать сыры. Уровень компетенции, как говорят наставники, позволяет студентам делать и сыры с плесенью, и полутвердые, и твердые. Поэтому и в этот раз, надеемся, барнольцы одержат такую же твердую победу. Вроде созрели. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.